Утро доброе! Вести утро, Карачаево Чекесия с вами. Сегодня день Лариона Пропольника. В это время огородники стараются избавиться от сорняков на грядках. Даже в старину в народе бытовала поговорка «Сорняк в поле оставишь, урожай удавишь». А вот что приготовила нам погода сегодня, мы узнаем чуть позже. Но сейчас время новостей. В рамках федерального проекта «Формирование городской среды» в Карачаевске ведутся работы по благоустройству новой аллеи. Подробнее расскажет Майя Хамдохова. Гулять по красивой аллее, наблюдать за прохожими с ароматным кофе в руках – это не только про красоту, но и про комфорт. Особенно в жаркую летнюю погоду, когда солнце в самом зените, для прогулок по аллее люди выбирают комфортные условия, и здесь учли все пожелания горожан. В ближайшее время проблема с мусорными урнами, освещением и тротуарной плиткой будет решена. Делится процессом работы начальник отдела строительства. На территории Карачаевского городского округа в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», так же, как по всей стране, проводится отбор территорий. Они выставляются на федеральную платформу за город Среда.ру, и происходит голосование. Те территории, за которые больше отдают голосов граждане, участвуют в благоустройстве в следующем году. В том году мы выставили две территории, и у нас победила аллея по улице Ленина. Комплекс мероприятий, направленный на улучшение экологического и эстетического состояния, будет проходить в два этапа. По словам специалистов, уже к началу учебного сезона завершится благоустройство новой территории, и к этому времени учащиеся с еще большим трепетом будут ждать школьные перемены, так как аллея расположена возле учебного заведения. Ведь повторять домашние задания можно будет не только в стенах школьных коридоров, но и на благоустроенной территории. Мы с вами находимся на данной аллее. Мы ее будем благоустроить в два этапа. Первый этап – 320 метров аллеи, то есть мощение. Будет установлено 19 лавочек, 19 урн, освещение. Будут высажены новые деревья и кустарники, и цветы. Майя Хамдохова, Али Бастана, Вести, Карачаева, Черкесия. Сегодня отмечается Всемирный день детского футбола. Этот праздник был учрежден в 2001 году благодаря соглашению между FIFA и детским фондом ООН. Основной его задачей организаторы ставили дальнейшую популяризацию, без того, пожалуй, одной из наиболее популярных спортивных игр в мире, а также пропаганду здорового образа жизни. В Карачаево-Черкесии детский футбол развивается. Команды, как Карача, Адых, Победа, Юниор, нередко занимают призовые места на различных соревнованиях. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. В заключении расскажу, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. 20-25 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-20, в горах местами плюс 8-13, днём плюс 25-30, в горах местами плюс 16-21 градусов. Черкесский кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, днём плюс 28-30 градусов. Редактор субтитров А.Семкин